МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречная торговля выросла на 7%. Товарооборот достиг рекордных 28,2 миллиардов долларов. Общая стоимость совместных проектов оценивается в 36,5 миллиардов. В этих проектах активно участвуют машиностроительные предприятия нашего города, в частности, Петербургский тракторный завод, который не только экспортирует продукцию, но и локализует сборку на территории Казахстана. Сегодня отмечается Всемирный день качества. В честь праздника компания «Газпромнефть» пригласила российских и иностранных студентов на свой флагманский топливный терминал «Гладкое» в Тослинском районе. Это самая современная нефтебаза в России, где учет топлива проходит в автоматическом режиме, полностью исключая человеческий фактор. Подробнее о чудесах технологии в сюжете Анастасии Лакман. Путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до АЗС длинный и технологичный. И прежде чем попасть в бензобак, проходит несколько этапов контроля качества. Сначала на заводе. Там бензин впервые проходит так называемую паспортизацию. Далее топливо по трубам или железнодорожным путям отправляется на нефтебазу. Терминал «Гладкое» в Тослинском районе – один из крупнейших и самый технологичный во всей стране. Он снабжает бензином и дизелем практически весь северо-запад, ежесуточно отгружая более 140 бензовозов. При этом процессы настолько автоматизированы, что для обслуживания нефтебазы требуется всего несколько человек. Топливо на нефтебазу поступает по собственным нашим путям на железнодорожную стакаду. Железнодорожная стакада позволяет одновременно принимать 12 вагонов СССР. Сотрудники осуществляют только подключение нижних слильных устройств и открывают донный клапан СССР. После этого запускается насос, и весь процесс далее автоматизирован. В таком же автоматическом режиме топливо попадают в резервуары. У терминала «Гладкая» их 15 в общей сложности на 40 тысяч кубометров. И здесь очередной контроль качества. Пробы забирают в высокотехнологичную лабораторию, где тестируют в среднем по 15 параметрам. Оформляем паспорт, не переписывая значения в заводских параметрах, а анализировано на нашем оборудовании. Фактические данные, фактические данные по качеству, все транслируем в паспорт качества. Дополнительно на нефтебазе еще выходной контроль есть. Также отбираем пробы, анализируем. И когда уверены, что топливо соответствует всем нормам, открываем реализацию на ЗАЭС. В честь Всемирного дня качества изучить работу образцового топливного терминала смогли почти три десятка студентов из ведущих петербургских вузов. Среди экскурсантов в том числе ребята из Китая. Мы сотрудничаем с ведущими университетами Санкт-Петербурга, которые ведут подготовку по направлению менеджмент качества. И совместно с ними мы видим достаточно большой интерес среди российских и иностранных студентов к практическому опыту российских компаний, которые разрабатывают и внедряют технологии, в том числе технологии контроля качества. Еще одна особенность – передвижные лаборатории для контроля качества непосредственно на АЗС. Они работают в разных регионах, в том числе и Петербурге. Экспресс-тесты проводят ежедневно и без предупреждений. За день объезжают порядка 80 точек. Высокоточное оборудование всего за полчаса определяет качество топлива по 15 показателям, чтобы клиенты АЗС «Газпромнефть» были спокойны за двигатели своих авто. Анастасия Лакман, Сергей Кочергин, Вадим Вагапов, Телеканал «Санкт-Петербург». В Петербурге за последний месяц больше чем в полтора раза вырос спрос на курьеров. Средняя предлагаемая зарплата – почти 71 тысяча рублей. Курьеры особенно востребованы накануне так называемой «Черной пятницы», когда активны маркетинговые уловки, и граждане уже задумываются о покупке новогодних подарков. Так что эта ситуация скорее явление сезонное. Но и в целом в торговле спрос на сотрудников растет невероятными темпами. Предложение поработать товароведом выросло с начала года в 1,9 раза, марчендайзером или маркетологом – в 1,8. В целом вакансий в торговле стало больше на 41%, а средняя зарплата выросла на 20% до 60 тысяч 939 рублей. В Петербурге и Ленобласти реализуются около 50 инновационных проектов на 1,2 млрд рублей. Такая статистика предоставлена на первом пресс-туре в метавселенной Сбера Комета. Самые востребованные цифровые инструменты для бизнеса – это мобильные приложения системы лояльности, аналитика для собственников бизнеса, интеграция искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей. Практический результат – приложение для сети кафе, умные кварталы у застройщиков, объединение платежных и других сервисов у перевозчиков и логистов. Дефицит кадров становится основной проблемой российской экономики. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиулина, выступая сегодня в Государственной Думе. С Набиулиной согласен вице-губернатор Петербурга Валерий Маскаленко. Как он отметил в своих соцсетях, по поручению губернатора выясняются конкретные потребности в разных секторах, и на этом основании корректируются программы подготовки кадров. Среди принимаемых мер – увеличение числа мест для профобразования, поддержка профориентации, развитие целевого обучения, в том числе с именными стипендиями от предприятий. По данным известного сервиса по поиску работы, в текущем году каждый второй петербуржец стал внимателее относиться к экономии и думает, как сократить траты. Вариантов два – либо отложить покупку, либо найти товар подешевле. На ярмарке белорусской обуви как раз выгодные предложения Емелены Коникова продолжат. На носу холода, поэтому на выставке белорусской обуви вновь ажиотаж. Петербуржцы спешат примерить модели из новой зимней коллекции. Сапоги, полусапожки и ботинки с натуральной овчиной внутри не только сохранят ноги в тепле, но и подойдут даже на самую проблемную ногу, будь то выбирающие косточки, широкая стопа или объемные икры. Покупатели, говорят, чувствуют себя как в тапочках. Я уже приходила за вчера, купила себе зимние сапоги. Понравились, классные. Решила отвезти родственницу и сама заодно еще прикупить. Все ботинки и сапоги имеют мягкий супинатор, что обеспечивает хорошую амортизацию и распределяет нагрузку на ногу. А натуральная кожа, из которой сделана обувь, в процессе носки принимает форму ноги. Особое внимание белорусы уделяют подошве. Она не только проклеена, но и для большей надежности прошита. Размерный ряд женского ассортимента на выставке начинается от 36-го и заканчивается 44-м, а мужской – от 40-го до 49-го. Данная модель женских ботинок изготовлена из мягкой кожи, которая не стесняет ваши ноги и дарит удобство и комфорт. Подкладка, стелька и шерсти гарантируют сохранение тепла даже в самые морозные дни. Благодаря шнуровке можно отрегулировать полноту подъема и затем с удобством пользоваться боковым замком. Подошва с увеличенным протектором, обработанным антигололедным покрытием, не ланон, позволит вам безопасно передвигаться в гололед. Выставка белорусской обуви работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Скидок здесь, конечно, не предлагают, зато радуют стабильно низкими ценами – от 1900 рублей. Подобрать себе качественную и удобную пару на любой сезон можно в ДК имени Газа на проспекте Стачек, 72, до 11 ноября. И в ДК имени Крупской на проспекте Обуховской обороны, 105, до 19 ноября. Милена Иконикова, Анастасия Лакман, Кирилл Максимов, Даниил Фиделиман, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». И о валюте. Всю текущую неделю рубль растет. Сегодня курс доллара ушел ниже 92 рублей. По Центробанку юань стоит 12,60, доллар – 91,93. Курс евро – 98,41 рубля, а вот один казахстанский тенге стоит меньше 20 копеек. За 4,5 тысячи тенге можно легко пообедать в кафе или ресторане Астаны. Но без спиртного.